привет всем моим пусикусам, а также всем тем, кто впервые наткнулся на этот чудесный розовый канал с вами я, Фуспинка, и в этом видео я покажу, как создать легкий, но при этом яркий макияж фиолетовой гамме с использованием палеточки теней от Айскорин Ями поэтому садимся поудобнее, поддерживаем авансами это видео большими пальцами вверх и подпиской на мой канал подробный обзор с честными сводчами, все по-честному, без праймеров, без всяких основ под тени на чистую кожу руки, и эта палеточка показала себя наилучшим образом чтобы увидеть все в деталях, ссылочку на видео оставлю в описании а сейчас подготовлю кожу век, кожу глаз для нанесения оттенков для этого я возьму праймер, он прозрачный, но хорошо держит и распределяет тени к несчастью, его нет в наличии сейчас, на данный момент но я обязательно в скором времени подберу идеальный праймер, который есть в наличии и по доступной тени если пальчик не прилипает, значит основа по тени уже подсохла и можно двигаться по цветам из этой палеточки открываю палеточку, тут две текстуры, матовая и металлическая и каждая из них мне пригодится при создании этого легкого, но яркого образа и пожалуй начну с первого оттеночка нанесу-ка я вот этот светлый, нюдово-фиолетово-розовый обильненько и плотненько, вот такой широкой пушистой синтетической кисточкой на складку между веком и подвижным веком зауженной пушистой кисточкой и более темным, но при этом матовым по текстуре оттеночком вот этим вот, самый темный из матовых в этой палеточке я проработаю складку между веком и подвижным веком более тоненько и это создаст интересный эффект омбре из светлого в темный вот такую плоскую узенькую кисточку, лопаточку берем или консилеры, или высветляющие основы под тени и работает техника выравнивания и высветления части на территории подвижного века то есть мы высветляем ляпки-тяпки и создаем кошачью форму глаза на внутренней стороне подвижного века эту же палеточку протираем, эту же кисточку, которой мы выравнивали форму на территории подвижного века убирали ляпки-тяпки и вот этот самый светлый металлик по текстуре розового перелива идеально подходящий как хайлайтер, можно его использовать и так его мы наносим на высветленную часть теперь добавим немножко классики в этот образ, а именно черных стрелок стрелки можно нарисовать тремя способами черным лайнером, черной жидкой подводкой или черными матовыми тенями с добавлением мицеллярной воды при этом тени не испортятся ну а для большей четкости и симметричности процесса я буду делать это все с помощью канцелярского скотчика нарезаем две одинаковые полоски, приклеиваем по линии стрелочки и эта техника безупречно работает как с сухими, так и с кремообразными и с жидкими текстурами для стрелок я возьму вот такую мини мицеллярную водичку обычная мицеллярная вода, просто в мини формате, чтобы мне было удобнее работать с ней в кадре и вот такую, это вот секрет мастерства моих стрелок и маленьких тонких узорчиков в моих гримных работах, гримные работы тоже есть можете зайти, пролистнуть и увидите а кто хочет увидеть подробнее на фотографиях заходите, подписывайтесь в мою группу ВКонтакте Пуспинг ТВ нас там уже много и я каждому из вас искренне рада фотографии и обзоры продуктов, покупок то, что мне понравилось из косметики, что не понравилось за сколько взяла и где именно все именно там, подписывайтесь вот такая кисточка, купленная мною в художественном магазине Леонардо магазин для творчества и художников она синтетическая, узенькая, плоская стоила всего 60 рублей или около того в качестве лайнера, точнее теней я возьму палетку от марки Топфейс от Chocolate Gold, можно взять любые другие черные матовые тени просто я возьму именно эти слегка смочу кисточку, слегка, чтобы с нее не капало а вот слегка влажной кисточкой после мицеллярной водички наберу нужное мне количество пигмента и можно рисовать стрелочки ну и как только наши стрелочки с использованием мицеллярной воды и сухих теней подсохли можно аккуратно коснуть канцелярский скотчик должно в теории получиться ровно да, так и получилось, получилось ровно и симметрично теперь подравниваем ляпки-тяпки с помощью консилера и промакиваем излишки спонжиком освежаю тушь на верхних и нижних ресничках и приклеиваю накладные ресницы клей на моих накладных ресницах уже практически подсох и изменил свой цвет из беленького на прозраченький это, кстати, мой любимый клей которыми я приклеиваю стразики, реснички и прочий другой декор к моему лицу без бреда для кожи белый при нанесении, прозрачный при высыхании без латексный клей достаточно бюджетной и ценовой категории хватает его на очень-очень долго немножко еще пока реснички слипаются все-таки они экстра-лардж длинны подробные фотографии этих ресниц в моей группе ВКонтакте можно предварительно оценить весь проделанный мной результат макияж получился быстрый, простой в розово-фиолетовых тонах но, собственно, это неудивительно поскольку палетка наполнена фиолетовой гаммой и немножко такими пастельными оттенками, переливами бюджетная, но крайне классная, высоко пигментированная и мне этот макияжик крайне нравится пишите свое честное мнение по поводу этого образа в комментариях под этим видео если у вас нет этой палетки, ничего страшного можно сделать по тому же принципу по тем же этапчикам подготовки то же самое, только с другими цветами, которые есть у вас в наличии если этот макияж для вас никак не применим и это видео для вас было только развлекательным, но не полезным не расстраивайтесь на моем канале очень много видео с разными пошаговыми инструкциями как сделать тот или иной образ быстро, просто и легко все видео я записываю без блюр-эффекта, без фильтра все по-честному, как оно есть и с той косметикой, которую я использую в каждом своем видосике также на эту палеточку я выпущу еще несколько видосиков с макияжами которые вам обязательно пригодятся и понравятся всем спасибо за ваш просмотр не забываем поддерживать столь сложный мировой период маленького розового пусика большими пальцами вверх стараюсь на регулярной основе только для вас поэтому большой палец вверх, подписочка на мой канал и не забываем поставить колокольчик чтобы не пропустить следующие видосики на эту палеточку но вам хочу пожелать крепкого здоровья, яркого весеннего настроения а как создать яркий весенний образ в этом я вам помогу в каждом своем видео не пропустите всех люблю, всех целую с вами была я, Пусть Пинк и до скорых ультра ярких встреч и честных обзоров